Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Национальный проект в действии. Дорожные службы начали ремонтировать улицу Магистральную. Ход работ на контроле главы города Елены Лапушкиной. Красота и грация. В парке 50-летия октября появились 6 новых лебедей. Придумать им имена предстоит жителям Самары. На айране, кефире и домашнем квасе лайфхак для любителей окрошки. Рассказываем обо всех способах приготовления одного из самых популярных летних блюд. Вернулся в детство. Обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел мастер-класс для шестилетних хоккеистов. Национальный проект в действии. Минувшие ночью дорожные службы начали ремонтировать улицу Магистральную в Кировском районе Самары. На участке от Зубчининовского до Ракитовского шоссе фрезеровали асфальт. То есть снимали старый слой дорожного покрытия. Подробнее об этом и о том, как проходит дорожно-строительный сезон в городе, расскажет Михаил Ермоленко. Улица Магистральная – одна из самых оживленных дорог Кировского района Самары. Она соединяет промзону и часть жилого квартала с Ракитовским и Зубчининовским шоссе. В этом дорожно-строительном сезоне важный городской маршрут обновят. Его отремонтируют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Если говорить в целом о цифрах, можно говорить о следующем. В принципе, в этом году запланирована работа на участке от Ракитовского шоссе до Зубчининовского шоссе. Общая площадь работ составит порядка 45 тысяч метров квадратных. Минувшей ночью дорожные службы продолжили фрезерование магистральной. За такую позднюю смену снимается порядка 6 тысяч квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия. Средняя глубина фрезерования порядка 5 сантиметров. Данной машиной выполняется срезка и профирование проезжей части. Данная машина задает поперечный продольный уклон и выравнивает продольное управление. Также вырезаются все ямы, все погрешности, которые были на старом покрытии. Специалисты работают преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта на оживленных участках дорог. Особое внимание уделяют и корректировке графика работ по погодным условиям. После фрезерования специалистам необходимо будет поднять смотровые колодцы на проектную отметку. Затем последует укладка горячей смеси щема 16. Согласно скорректированным планам на средства национального проекта безопасные качественные дороги, планируется отремонтировать 33 участка уличной дорожной сети города. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Григорий Пришаков. События. В лебединой стае парка 50-летия октября пополнение. Из питомника доставили 6 белых лебедей. Птицы обживаются на новом месте. Как поучаствовать в выборе имен для новоселов и какой будет приз в сюжете Максима Магомедова. Сразу 6 лебедей сменили прописку. В парк имени 50-летия октября птиц доставили из подмосковных питомников. Теперь здесь обитает 10 особей. Лебедям положено двухразовое питание. В него входят пропаренное зерно, ячмень, овес, пшеницы, геркулес и свежие овощи, которые предварительно измельчаются на терке. Еще птиц кормят мелко нарезанной рыбой, чтобы они не подавились костями. Лягушек и улиток они добывают себе из водоема самостоятельно. Новым жильцам по 3 года, рассказывает Елена Павлова. Она работает с птицами уже 7 лет. Раньше трудилась технологом на хлебопекарном производстве, но решила сменить сферу деятельности. У нас было мало лебедей, нам обещали привезти. Наконец-то мы их дождались, потому что бассейны были свободные, мы ждали их, дождались наконец-то. Ну, ждали, конечно, черных, нам привезли вот всех белых. В перспективе черных лебедей сюда также планируют подселить. А пока заботятся о том, чтобы и прежним постояльцам, и новичкам было комфортно. Для безопасности птиц их не выпускают из огороженных бассейнов в озеро. Также, чтобы исключить попытки побега, лебедям купировали крылья. Теперь работники парка ждут, когда молодые обитатели образуют пары. Придумать имена крылатым друзьям предложили жителям города. Учитывая, что мы постояльцев поселили в парке 50-летия октября, поселили их на озеро, также на этом озере работают наши аттракционы, это катамаранные лодочки. Мы решили, что ничего не будет лучше, как максимально приблизиться к нашим лебедушкам и рассмотреть их с лодки с катамарана. Поэтому победителям, предложившим лучшие пары имен, лучшие комбинации, мы вручим приглашение на два лица на посещение как раз наших лодочек катамаранов. До 15 июня администрация парков Самары рассмотрит все варианты и выберет наиболее подходящие имена для новых постояльцев. Особенно приветствуются парные имена – мужские и женские. Например, в Лебяжнике уже обитали Иван да Марья, есть перышки, гагаринские лебеди, а также гуси, Гоша и Роди. Была и лебедушка Василиса. Можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации. Сотрудники парка просят проявить фантазию и подобрать что-нибудь красивое. Свои предложения жители смогут размещать в соцсетях администрации города в комментариях под соответствующим постом. Поучаствовать в конкурсе уже желает Нина Амельченко. Она живет рядом с парком 50-летие октября. Парк у нас вообще замечательный, просто-напросто. Здесь ухоженные, очень приятно здесь гулять. Видели уже новых лебедей? Да, видела, конечно. Красивые. Красивые видела. Но я что-то как-то это... Как-то близко не получается, чтобы там пообщаться с ними, например. Но нравятся, они красивые. Специалисты озвучили перспективные направления развития. Так, для этого парка планируется приобрести дополнительные понтоны, обустроить еще один бассейн, увеличить территорию отсеченной акватории для пребывания птиц, чтобы они могли плавать свободнее и радовать посетителей парка. Для этого сотрудники намерены проконсультироваться со специалистами Самарского зоопарка и ветслужбами. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. В Доме культуры «Заря» прошло закрытие 21-го творческого сезона Самарского дворца ветеранов. Программу представили участники разных коллективов. Чем удивляли, расскажет Михаил Ермоленко. Путь от небольшого объединения до полноценного ансамбля вокалистов коллектив Дворца ветеранов Околицы прошел за пять лет. В этом году труппа отмечает первый юбилей, рассказывает руководитель Вера Кожакина. Со дня основания коллектива выступления для широкой публики приносили особое удовольствие. Артисты стараются не пропускать ни одного фестиваля. Вот недавно даже стали лауреатами конкурса «Самарская вишня». Ежегодно принимают участие и в закрытии творческого сезона Дворца ветеранов, где и образовался вокальный кружок. В этом году программа связана с народным творчеством и традициями. Отсюда соответствующие наряды и музыкальные инструменты. Мы приготовили народную песню «Ты позволь, позволь, хозяйка» вместе с инструментами шумовыми. У нас Красногринский район очень певучий народ. Ежегодно все коллективы Самарского Дворца ветеранов участвуют в творческом сезоне. В этот раз его закрытие прошло в мае и отметилось праздничным концертом. На нем участники разных кружков самодеятельности показали, чего достигли за прошедший период. Закрытие 21-го творческого сезона прошло в Доме культуры «Заря». Также в холле Дома культуры желающие могли увидеть картинную экспозицию, которую приготовила творческая студия Дворца ветеранов «Гармония». Участники коллектива быстро освоили разные техники и уже сейчас организуют индивидуальные выставки, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Мы на сегодняшний день практически все интересы пожилых людей можем удовлетворить. И я могу с уверенностью сказать, что и новые объединения будут появляться. Но тем не менее мы развиваем традиции, мы чтим традиции. Большинство творческих объединений Дворца ветеранов – это уже полноценные концертные коллективы. Некоторые из них имеют почетное звание народных, принимают участие в большинстве самарских праздников в качестве артистов и выступают на самых разных площадках города. В театрах, скверах, парках, на площади Куйбышева. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. 25 мая – день борьбы с рассеянным склерозом. По данным Всемирной организации здравоохранения, такой диагноз имеют свыше двух миллионов человек во всем мире. Каковы типичные симптомы и как помочь человеку справиться с ними? Подробности в репортаже Ольги Волковой. Анемела вся левая половина тела. Пропало зрение, начала искажаться речь. Рассказывает Екатерина Клименко о первых симптомах рассеянного склероза. Это случилось 15 лет назад. Как раз был пятый курс университета и диплом. Девушка сразу решила обратиться к врачу. Был период, когда я не смогла подняться с кровати. Не могла самостоятельно передвигаться даже с двумя палками, с поддержкой. То есть шагать была слабость в ногах. Еще очень напугала истории, когда я не смогла ручку поднимать. И только при обращении к докторам выяснилось, что диагноз – рассеянный склероз. То есть потом меня восстановили к жизненному пути. Я поняла, что необходимо регулярное обращение за помощью к докторам квалифицированным. Нужно продолжать жить и развиваться. В зависимости от того, на каком этапе жизненного пути. Но как бы со своими мечтами не нужно прощаться. Рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы. Для него характерны поражения белого вещества спинного и головного мозга. Нельзя думать, что болезнь не нуждается в лечении. Терапия обязательно, отмечают медики. Так, благодаря правильно подобранному лечению, встал на ноги и пациент Андрей Морозов. Началась моя история. В 2001 году мне диагноз поставили. В этот момент я учился в Аэрокосмическом университете на третьем курсе. Поставили диагноз. После чего я, естественно, не принял сначала. Я очень плакал. Как так? Почему инвалид? Начал заниматься усиленно бассейном. Ходьба, ходьба, ходьба. Вот это вот. И самое главное, что занятие было. Чтобы ты был занят, ни в коем случае не замыкался в себе. Сейчас Андрей и Екатерина – счастливая семейная пара. Планируют очередное путешествие. Любят активный досуг. Поэтому призывают всех, кто столкнулся с этим недугом, не отчаиваться. И тем более не заниматься самолечением. При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу. Только сочетание лабораторных тестов, МРТ и отслеживание динамики клинической картины пациента помогают в постановке окончательного диагноза. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События. Когда весна становится настоящей пыткой. По данным специалистов, сезонные цветения растений у многих людей вызывают аллергию. В медицинской терминологии она называется поленос. Об опасностях сезонного заболевания и мерах защиты расскажет Ольга Волкова. Когда весенние цветущие растения навевают не радость, а панику. Жителей Поволжья настигла сезонная аллергия. Цветение и пыльца деревьев – это настоящая пытка для здоровья. Слезы, частые чихания, заложенность носа и даже отеки – все это неприятные последствия поленоза. Основным аллергеном является пыльца такого дерева, как береза. Согласно календарю, следующий период полинации – это будет полинация луговых, злаковых трав, июнь, начало июля, и потом пойдут уже сорные травы, конец июля, август. По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает каждый пятый житель планеты. Медики разъясняют причины аллергореакции находятся в самом человеке. Иммунная система видит в инородном веществе агрессора и начинает бороться с ним. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют не употреблять в пищу продукты, которые провоцируют аллергическую реакцию. Причина возникновения аллергии – гормональное нарушение, наследственные факторы, окружающая среда, условия труда. Если есть хоть какое-то малейшее сомнение, что будет аллергия, лучше, конечно, не есть аллергенные продукты. Цитрусовые, например, продукты с богатым гликемическим профилем – картофель, с гликогеном. Гликоген очень часто является как раз-таки фермент, который влияет на общевательный тракт. И переизбыток его может привести к нарушению работы ЖКТ, что и приведет к аллергическим реакциям. Для аллергиков со стажем врачи не рекомендуют долго находиться на улице. А у кого признаки поленоза появились впервые, не затягивать с визитом к врачу. Светлана Кудрявцева, Ольга Волкова, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Если верить прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столицу региона наконец придет жара. И большинство самарцев наверняка поменяют рацион питания, исключив из списка горячее, жареное и жирное. Наши корреспонденты собрали все возможные варианты приготовления одного из самых популярных летних блюд – окрошки. Какая заправка для нее подходит лучше всего и почему айран может заменить квас, узнала Юлия Василькина. Название окрошка произошло от слова «крошить», что в полной мере описывает рецепт приготовления этого старинного русского блюда. Вариантов окрошки множество – мясная, рыбная, овощная. Мы спросили горожан о том, любят ли они окрошку и какую именно. Летом очень хорошее блюдо. Картошка, яйца, зеленый лук, редис, колбаса, курица или мясо – на выбор. А заправка какая? Заправка, квас и сметана. Что жена приготовит, то и ем. Главное на квасе и мяса побольше. Обычно я делаю свой квас. Все ингредиенты, как и у всех. Вы ставите хлебный квас. Он сам по себе особенный, он имеет другой вкус. Вот, а так, как в анекдоте, кладите больше яиц и лука. Не знаю, я не ем. Обожаю. В первую очередь, естественный квас. С квасом. Окрошка, ну, свежестью, летом. Скорее, боже. Острым, вкусным, когда горчичка добавлена, хрен. Окрошку заправляют квасом, кефиром, сывороткой и даже минеральной водой. В разных регионах России свои предпочтения. К примеру, на Кавказе любят холодный суп на Иране, Тане и других кисломолочных продуктах. А волжане, как известно, предпочитают рыбу. Лайфхаком приготовления такой окрошки делится бренд-шеф Алексей Мелентьев. Из классических ингредиентов это картофель, куриное яйцо, огурец, немного зелени. Плюс мы добавили сюда вместо редиса мы добавили редьку дайпон и добавили немного авокадо. То есть добавили такую небольшую экзотику в наше блюдо. В блюдо добавляют соус из пума, из сметаны, сливок, хрена и горчицы, заправка на выбор, кефир, минеральная вода, квас. Жидкий азот создает определенный антураж при подаче блюда. Эта окрошка популярна среди жителей Самары и гостей из других регионов и зарубежья. В жаркий, знойный день, мне кажется, лучше, чем окрошка, ничего не поможет, чтобы удалить жажду, также насытить свой организм. Потому что окрошка, как ни крути, довольно легкий. Это быстро все усваивается за счет кваса, за счет газа. Это, на самом деле, я думаю, что это прекрасно. И гостей нашей Самары, так скажем, надо угощать обязательно. Впереди летний сезон. Холодный суп на столе будет очень уместным. Какой получится именно ваша окрошка, зависит от вас и вашей фантазии. Юлия Василькина, Сергей Баскин, События. Как солдат, Филат побывал в стране Гешпании и благодаря своей смекалке обрел богатство и счастье. В Самаре прошел благотворительный спектакль для ребят с особенностями развития. Представление организовали в преддверии Дня защиты детей. В театре побывала наша съемочная группа. Нет другого такого названия, как Гешпания, как Гешпания. В давние времена верно служил державе солдат Филат. Пришло время, отправили его в отставку. Пошел солдат бродить по свету и попал в страну Гешпанию, где правил король Самадур. Волшебную сказку о приключениях Филата и его чудесном спасении в театре камерная сцена посмотрели дети, многие из которых с особенностями здоровья. Что такое особенный ребенок? Это обычный ребенок, который обладает всеми нашими чувствами. Ему нравится красиво, весело, удовольствие, общение, выход из дома. То есть я считаю, что это самое главное. Ну а финальная точка – получить подарок – это вообще сказка, я считаю. Но в принципе я думаю, что те дети и родители, и самое главное, и родители, которым с этими детьми не так просто, они пришли и получили удовольствие. Благотворительный спектакль увидели более ста детей, а также их родители. Часовое представление смотрели с интересом даже малыши. Ребенок сидит каждый раз с удовольствием, без каких-либо напрягов. Недолго. Недолго. Нравится. Нравится, да. Спектакль очень понравился. Смеялись, смотрели. В конце даже всплакнули немножко. Почему? Момент такой, когда у себя невесту выбрал скромненькую. Показ спектакля «Солдат Филаты» Король Гешпанский прошел в преддверии Дня защиты детей. 28 мая ребятам с особенностями организуют представление в кукольном театре, а непосредственно 1 июня, когда отмечается праздник, состоится большой концерт в Самарском дворце ветеранов. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Вернулся в детство. Обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел мастер-класс для шестилетних хоккеистов. Почти полсотни мальчишек потренировались с восходящей звездой континентальной хоккейной лиги из Самары и взяли у него автограф. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Восходящая звезда российского хоккея Самарец Тахир Мингачев после кубкового сезона в континентальной хоккейной лиге вышел на лед в родном городе потренироваться с хоккеистами-дешкалятами. Нападающий московского ЦСКА во время мастер-класса раскрыл секреты хорошего скольжения и маневренного катания. Вспоминая свои тренировки в этом возрасте, Тахир признается, что мальчишки не меняются. Они с той же радостью занимаются хоккеем и мечтают играть в национальной хоккейной лиге. В этой команде есть такое зернышко, что может и переиграть мою судьбу, что они могут в моем возрасте уже в НХЛ играть. Профи из КХЛ, тем не менее, не сомневается. Его детская мечта еще может воплотиться в жизнь. Мне еще до НХЛ расти и расти. Мне, чтобы туда уехать, нужно стать лидером в команде ЦСКА, в КХЛ закрепиться. Мальчишкам из хоккейной школы «Комета» тренироваться вместе с восходящей звездой ЦСКА Тахир Менгачев, признан лучшим новичком плей-офф в КХЛ, очень понравилось. Сегодня они поверили, что тоже могут стать профессионалами, если будут упорно тренироваться. Забивать голы из какой-то линии. Просто забивать голы, бегать на коленках. Хоккей. Ну, тут есть тренировки. Тут мы играем. А еще догоняем тренера. Тренер Даниил Муринцев с обладателем Кубка Гагарина Тахиром Менгачевым играл в юношеской команде «Комета». Но хоккейная судьба развела друзей. Один стал профессиональным спортсменом, другой – детским тренером. Он был самый младший у нас в команде. Раньше он был такой маленький, реально. Если надо было, приходилось, да, защищали. Но никто не мог сказать, что он таким будет богатырем, как сейчас. Сегодня вот мастер-классом, ребята, занимаются. Что можешь сказать? Ну, насчет детей они в восторге. Я смотрю, они там пища прям от радости. Ну, и Тахир, вы сами видите, ему нравится поиграть с детьми. Но это, мне кажется, он больше возвращается в детство. Вот это вот поиграть с детьми – это очень интересно ему и особенно детям. Мастер-класс закончился по традиции фотосессии и раздачи фотографий с автографами. Менгачев пообещал вернуться и потренировать будущих чемпионов КХЛ. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Необычные для самарцев соревнования прошли в нашем городе. Среди подростков определяли чемпионов области по сквош. В нюансах нового увлечения жителей региона разбирался наш корреспондент. Тольятинец Михаил Воров в сквош пришел еще в дошкольном возрасте. На первые соревнования поехал в 10 лет. Сейчас за его плечами уже несколько десятков турниров. Будущий мастер признается – сквош на другой вид спорта ни за что не применяет. Физбот готовка на высоте, травматизм на минимуме. Динамичность, во-первых. Многие группы мышц задействованы здесь. Ну, потная игра почти всегда. В переводе с английского сквош означает «сплющить». Все дело в том, что играют каучуковым мячом, который при ударе о стену или пол сильно меняет свою геометрическую форму. Спортивный снаряд бывает разного веса и размера. Игроки выбирают его в зависимости от своего мастерства. Правила просты. При ударе мяч, не касаясь пола, должен врезаться во фронтальную стену между двумя горизонтальными линиями. Затем отскочить от пола только один раз. После бьет соперник. Гейм, то есть один игровой отрезок времени, длится до 11 очков. Как правило, победитель определяется по двум или трем выигранным геймам. Начинается все с соревнований. В том клубе, в котором вы занимаетесь, потом это переходит на город, потом область, потом регион и вся Россия. Чемпионаты мира и разнообразные турниры, на которые есть открытые квалификации. Есть престижная лига, в которой вроде были наши участники, но пока что нам тяжело конкурировать с Египтом, ну и в целом остальным другими странами. Жители 63-го региона со сквошем познакомились 10 лет назад. За это время, похоже на теннис вид спорта, сумел прописаться только в Тольятти и Самаре. Поэтому пока на областном первенстве конкуренция минимальна. Сквош один из главных президентов на Олимпийские игры. Детский сквош стал развиваться. И для этого и Федерация России делает очень многое. И наша федерация тоже вовсю старается. В других городах Самарского, к сожалению, пока сквоша нет. Это связано с тем, что нет именно сквош-кортов. Мечта моя сделать Самарскую область королеву сквоша. По итогам прошедшего первенства области по сквошу, самарские спортсмены не смогли подняться на пьедестал почета. А тольяттинские чемпионы поедут защищать честь региона на всероссийские соревнования. Максим Магомедов, Сергей Кизоркин, Григорий Клешаков. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В четверг 26 мая в Самаре стартует региональный форум «Мой бизнес 63». Предприниматели ожидают несколько насыщенных дней, много полезной информации, перспективных бизнес-знакомств. Информирует в своем телеграм-канале администрация промышленного района Самары. Чтобы быть в курсе главных событий форума и не пропустить ничего важного, необходимо подключиться в чат-боту, ссылка которого указана в описании. В телеграм-канале Кировского района напоминают самарцам, чем грозит зарплата в конверте и разъясняют, как работать легально. При трудоустройстве граждан на работодателей возложена обязанность надлежащим образом оформлять трудовые отношения, своевременно выплачивать заработную плату, перечислять страховые и налоговые взносы заработников организации. Подробности можно изучить по опубликованным ссылкам. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки публикует в своем телеграм-канале информацию о мерах социальной поддержки средних медицинских работников Самарской области. Также здесь рассказывают о предоставлении льгот, первоочередном приеме в детский сад детей медработников первичного звена и скорой помощи, а также о выплатах при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям. А в администрации железнодорожного района рассказывают, какие выплаты смогут оформить граждане при рождении второго ребенка. К ним относятся единобременное пособие, ежемесячное по уходу за ребенком, материнский капитал и многое другое. Более подробная информация в телеграм-канале администрации железнодорожного района. Также обращают внимание граждан на то, что материнский капитал и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет предоставляется пенсионным фондом. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин